Исследователи НАСА случайно наткнулись на заброшенные тоннели, скрытые в толще арктических льдов. Как выяснилось, их радар нашел остатки лагеря Центурии, целого подземного города, который американские военные строили в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Если бы его довели до конца, в тоннелях уместилось бы сотни мегаполисов величиной с Москву. Секретные подземелья заметил самолет НАСА, оснащенный специальным георадаром. В отличие от других подобных инструментов, он прощупывает землю не сверху вниз, а по диагонали. За счет этого с его помощью можно получить данные, необходимые для построения не плоской, а трехмерной карты земной толщи. Самолет НАСА кружил над заснеженными пустошами Северной Гренландии примерно в 240 километрах от американской космической базы «Питуфик». Неожиданно радар показал, что гренландский ледяной щит скрывает сеть рукотворных тоннелей. «Мы поначалу даже не знали, что это», — утверждает один из ученых. Постройки были погребены под снегом и льдом на глубине 30 метров. Однако вскоре стало понятно, что перед нами лагерь Центурии — экспериментальная военная база, заброшенная больше 50 лет назад. Специалисты НАСА стали первыми людьми за много десятилетий, которые увидели, что происходит в пустынных подземельях лагеря. На снимках, сделанных радаром, можно различить даже отдельные строения, причем их расположение совпадает с сохранившимися картами проекта. Лагерь Центурии начали строить в 1959 году. К тому времени в Гренландии располагались уже три американские авиабазы. Некоторые из них появились еще в годы Второй мировой войны. Оттуда американские военные самолеты через Северный полюс перегоняли на аэродромы союзников в Европе. В первую очередь — в Великобританию. В 1950-е годы арктические авиабазы на северном краю континента приобрели новое значение. Американские военные разместили в Гренландии средства ПВ, а и построили аэродромы для размещения и заправки стратегических бомбардировщиков. В случае ядерной войны это был бы последний пункт их маршрута перед Советским Союзом. Строительство лагеря Центурии никто не скрывал, формально это был не военный, а научный проект. Для него выбрали точку в 100 милях, 161 километр, от края Гренландского ледяного щита. Именно с этим связано название лагеря, заимствованное из латинского языка слово «центурия» в переводе «сотни». Более негостеприимное место было трудно представить. 50-градусные морозы в тех местах. Норма, скорость ветра достигает 55 метров в секунду, а толщина снежного покрова, выпадающего за год, составляет 1,2 метра. Людей в округе почти нет. До ближайшей цивилизации оттуда почти 400 километров. Это расстояние до самой северной авиабазы США, которая называлась Тули, поздние ее переименовали в Питуфик. Стройка продолжалась два года. Для этого инженерные войска доставили на крайний север 6 тысяч тонн оборудования. Везли на специальных санях, которые передвигаются не быстрее 3 километров в час. Затем в снеге и во льду прорыли глубокие траншеи, которые накрыли стальными арками и снова засыпали снегом. Длина главной улицы составляла 300 метров, а от нее ответвлялись другие тоннели поменьше, всего 26 штук. Вдоль них поставили готовые деревянные здания, общежитие, кухню, столовую, прачечную, парикмахерскую, часовню, радиоцентр и даже дом культуры. Их соорудили заранее и доставили в лагерь целиком. Отапливаемые помещения расположили на расстоянии от ледяных сводов, чтобы тоннель не начал таять. Последним в лагерь привезли сборный ядерный реактор, который должен был стать главным источником энергии. Вес компонентов, из которых его строили, составлял 400 тонн. Когда он заработал, в лагере могли жить 200 человек. Никаких научных экспериментов в лагере Центурии не проводилось. Экспериментом, как стало известно спустя много лет, был он сам. Его предназначение рассекретил Датский институт международных отношений, который в 1997 году опубликовал документы о секретном проекте «Ледяной червь». Согласно проекту «Ледяной червь», который разрабатывали американские военные, в толще арктических льдов должны были расположиться подземелья чудовищных масштабов. В сумме предполагалось проложить тоннели площадью 135 тысяч квадратных километров. На втором этапе они могли разрастись до 260 тысяч квадратных километров. Это в сто раз больше площади Москвы. В подземельях «Ледяного червя» собирались разместить 11 тысяч военнослужащих, которые не поднимались бы на поверхность месяцами, если не дольше, как подводники на субмарине во вражеских водах. Еще глубже были бы зарыты шахты для ракет с ядерными боеголовками, по одной на каждые 6 километров. На такой глубине они могли уцелеть даже после атомного взрыва. Лагерь Центурии должен был доказать, что это возможно. И не доказал. Арктические льды оказались далеко не такими стойкими, как рассчитывали авторы проекта. Они медленно, но неуклонно двигались, что вызывало постоянные проблемы. Были и другие препятствия. Поскольку Гренландия – это не американская, а датская территория, для размещения ядерного оружия под землей требовалось разрешение правительства Дании. А у датских властей того времени эта идея не вызывала восторга. Они опасались, что Советский Союз сочтет появление ракет в Гренландии провокацией, и не хотели обострять и без того непростую ситуацию. В 1967 году проект свернули. Дорогостоящее оборудование и топливо, которые с таким трудом доставляли на Крайний Север, пришлось оставить, везти их обратно было еще дороже. Под землей бросили сотни тысяч литров дизельного топлива и радиоактивных материалов. Кроме того, где-то во льдах лежат 25 миллионов литров биологических отходов, которые ухитрились произвести обитатели лагеря. Заметно ли их на снимках НАСА, не сообщается.